Всем привет! Это Слава, проект Планета 108, и хочу поздравить вас с наступившим 2015 годом. Хочу пожелать вам поставить благих целей и достичь их. Каждый год я ставлю цели, и начиная с мая прошлого года, после того, как я запустил проект Планета 108.com, я каждый месяц публикую отчет о том, насколько я пододвинулся к достижению той или иной цели. Так и на этот 2015 год я поставил список целей. Я, естественно, разбил их по категориям, потому что каждая область моей жизни должна быть сбалансирована. Ну что ж, посмотрим. Первая категория, первый раздел – это семья. Я создал личную пенсию родителям до 31 июля 2015 года, чтобы они больше никогда не работали. Я создал отдельный источник дохода, который будет идти специально и автоматически на карточку моим родителям. Я привез маму в Азию до 31 мая 2015 года. У меня была мечта и есть. Я хочу привезти маму в тропик и показать ей, как здесь прикольно, как здесь тепло и позитивно. Поэтому я в 2015 году хочу эту цель выполнить. Следующий – спорт. Я отжимаюсь 100 раз до 31 декабря 2015 года. Эта цель у меня была на 2014 год, но я не достиг ее. Максимум, что у меня получилось выжать из себя-то – 70 раз. Иногда это было 80, но официально 70. Поэтому в 2015 году я хочу достичь этой цели и отжиматься 100 раз. Финансы и бизнес. Я легко зарабатываю как минимум 2500 долларов в месяц до 31 мая 2015 года. На половину года я ставлю себе цель достичь, легко зарабатывать 2500 долларов. У меня в декабре 2014 года было 2200, но я хочу легко зарабатывать 2500. Так, чтобы это было автоматически и я мог сфокусироваться на творчестве и развитии других источников. Вторая из разделов финансов цель – это я легко зарабатываю минимум 3500 долларов в месяц до 31 декабря 2015 года. Ну и к концу года я хочу зарабатывать минимум 3500, что позволит мне ставить более интересные цели. Дальше. Я сделал 2500 сбережений долларов в 31 декабря 2015 года. Как мы все прекрасно знаем, но почему-то не пользуемся этим правилом. Есть такое правило – заплати себе в первую очередь. Это значит, что 10% как минимум своего дохода нужно оставлять непритронутыми. Их нужно откладывать в сторону и никогда не трогать. Это то, что в конце нашей веселой жизни, когда нам станет 40, 50, 60 лет, у нас было достаточно сбережений, чтобы мы их могли положить в банк, либо инвестировать что-либо, что будет приносить проценты, и этого процента будет достаточно, чтобы не работать. Следующая цель – я провел редизайн блога к 31 декабря 2015 года. Я хочу блог немножко приукрасить, сделать его симпатичнее, потому что так как он выглядит сейчас, меня, конечно, устраивает, но он может выглядеть прикольнее. Сейчас мы уже работаем с дизайнером над логотипом, и к концу года я планирую поменять дизайн и немножко функционал на сайте, так, чтобы он был более удобен для пользования читателям и выглядел более интересно. Личностный рост. Я посетил мотивационный семинар Тони Роббинса «Unleash the power within» до 31 декабря 2015 года. Есть известный мотивационный спикер Тони Роббинс, который сейчас выпустил классную книгу под названием «Money Master the Game» «Как победить в игре деньги». У него есть классный семинар, который называется «Разбуди в себе исполина». Это семинар, который позволяет раскрыть все таланты, настроить на победу и высвободить кучу энергии. И этот семинар будет проходить в США. Я хочу слетать и посетить семинар. Посмотрим, какие результаты будут впоследствии. Следующая ветка – это «Fun and travel». Я посетил концерт «Продержи» к 31 декабря 2015 года. Я большой фанат группы «Продержи». Я уже три раза был на их концертах, но последние два раза, когда у меня была возможность, я не посещал умышленно. Я хотел выдержать паузу, так сказать, соскучиться. И сейчас назревает классный момент, потому что в этом году «Продержи» выпускают новый альбом, и, естественно, у них будет просто завал концертов. И в каком-нибудь интересном городе Европы, я думаю, я присоединюсь к концертам. Следующая цель – я посетил пять новых стран к 31 декабря 2015 года. В прошлом году у меня была цель семь новых стран, я посетил только пять, и я понял, что нужно ставить цели более реалистичные. Если я хочу достигать других целей, в том числе финансовых, я должен фокусироваться на работе и не тратить много времени на перемещение. Но так как я люблю путешествовать и знакомиться с новым миром, я постараюсь в этом году посетить пять новых стран, буду делать видеоотчеты, показывать по возможности, как эти страны выглядят, какие между ними отличия, что привлекает меня в них, что меня отталкивает, какая разница в культуре. Я заинтересован. Следующая цель – забота о других. Я написал 60 постов в блог, которые могут позитивно изменить жизнь читателей к 31 декабря 2015 года. В прошлом году за полгода я написал 30 постов, и это позволило мне собрать 193 подписчика на Фейсбуке, практически 100 подписчиков в группе ВКонтакте. И я получил много позитивных отзывов и много желающих поменяться в лучшую сторону, бросить пить и курить, научиться самостоятельно рулить своей жизнью, самостоятельно создавать бизнес. И мне кажется, в таком направлении я должен двигаться. И возможно, в этом моя цель – помогать другим находить пути выхода из рутины. Потому что я из этого вышел, и я чувствую себя намного счастливее. Следующая цель – я записал 45 видео на канал YouTube, которые могут позитивно повлиять на жизнь других. В том же духе я записываю видео. В прошлом году их было очень мало, потому что я чувствую себя достаточно некомфортно перед камерой. Это не живой человек, эта мысль теряется. Плюс мне нужно много опыта, много тренировок, для того, чтобы излагать мысли четко и конструктивно, без подготовки. Но я хочу за пару лет выйти на уровень, когда я могу свободно задвинуть речь, без вот таких вот слов, как «задвинуть», быть открытым, простым. положительным. И в этом году я хочу поставить цель 45 видео, чтобы я был сфокусированным, чтобы я был ответственным, более ответственным. И я обещаю это сделать. Но самая важная фишка в том, чтобы эти видео меняли жизнь, чтобы они помогали позитивно изменяться, чтобы они давали какой-то эффект. Следующая цель. Каждый месяц я отправляю 3% своего дохода в ЮНИСЕФ на помощь тем, кому не повезло родиться там, где можно развиваться. 31 декабря 2015 года. Все мы прекрасно понимаем, что нам очень повезло родиться в классной стране, будь то Украина, будь то Россия, будь то Беларусь, Казахстан, будь то Франция, Австралия. Нам действительно повезло. У нас есть все возможности для того, чтобы развиваться. Я не принимаю никакие отговорки. Я из бедной семьи, и я ничего не пожалел, и мои родители ничего не пожалели для того, чтобы я имел возможность развиваться и учиться, и приобретать навыки, и знания, которые могут меня вынести на тот уровень, когда я буду себя чувствовать комфортно. Есть люди, которым так не повезло. Они родились в тяжелых условиях, у них нет возможности даже банально пить чистую воду, у них нет возможности научиться грамоте, писать, читать. И я хотел бы, чтобы как минимум 3%, а в этом году это 3%, а в следующем году это будет больше, шли на то, чтобы они могли иметь доступ к знаниям, к чистой воде, и я буду перечислять каждый месяц определенную сумму на счет Юнисеф, и Юнисеф будет грамотно распределять эти ресурсы. Следующая цель. Я научился джонгл серфить в 31 июня 2015 года. Сережка, если ты меня видишь, если ты меня не видишь, не страшно, я поставил цель, нам с тобой нужно ее достичь. Я должен научить тебя серфить, ты должен почувствовать, что такое волна, ты должен почувствовать, что такое океан, ты навсегда забудешь о своих кайтах, творчество. Я записал 6 новых миксов к 31 декабря 2015 года. Скорее всего, это будет фичи джонгл и немножко хип-хопа. Следующий раздел это физическое и духовное здоровье. Я не пью колу и пакетные соки, заменяю их водой на протяжении года до 31 декабря 2015 года. Так как я позапрошлом году уже бросил пить и курить и все вредные привычки, я не употребляю ни пива, ни любой другой алкоголь. Я пью чай, я пью воду, но у меня есть привычка, была привычка периодически пить колу и баловаться пакетными соками. В них ничего полезного нет, в них есть только самое неполезное для организма. И для того, чтобы уберечься в организме и прожить до 200 лет, я хотел бы заменять их на протяжении года водой, просто водой. У меня цель стоит до 31 декабря каждую возможность заменять водой. и это легко будет удаваться, потому что на протяжении прошлого года я, наверное, только два раза или три раза пил колу. Хочу в этом году полностью изменить ситуацию, полностью исключить это из своего рациона. Да, у нас сегодня дождь. Следующая цель, я не ем говядину к 31 декабря 2015 года. Для многих это может быть шутка или веселым моментом. так произошло, что когда я был на Бали и заказал себе шикарное блюдо с говядиной, я ел в ресторанчике на улице и на Бали есть такая тема, как животные достаточно часто бродят по территории острова непривязанных. И вот когда я заказал себе блюдо с говядиной, только я принялся за поглощение, буквально взял в руки вилку и нож, я услышал, как недалеко от меня произносят звуки му корова. Я просто понял, что это знак, что я в этом году должен есть все остальное, кроме говядины. Попробуем так. Вдруг это наблизит меня ближе к чему-то классному, благородному. Следующая цель, я делаю йогу хотя бы три раза в неделю. До этого я делал практически каждый день, занимался йогой. Некоторое время по утрам я хочу тратить на чтение, на спокойное состояние и на просто пить чай и расслабляться без физических упражнений, что в принципе тоже составляет часть йоги. Но физическими упражнениями я хотел бы заниматься хотя бы три раза в неделю. Следующая цель, я прочитал Бхагавадгиту в 31 декабря 2015 года. В прошлом году мне незаметно Дана Келли, известный фотограф на Бали и в России, незаметно подбросила Бхагавадгиту прочитать. И каким-то чудом я буквально за полтора месяца половину этой книги прочитал и мне понравилось то, как излагается взгляд на жизнь в этой книге. В большинстве случаев это резонирует с тем, что у меня внутри, с моими ощущениями и я хочу дочитать эту книгу. Поэтому на этот год я поставил цель дочитать эту книгу. Следующая цель я провел 10 дней на сырой еде в 31 декабря 2015 года. В начале этого года я переключился на большее употребление фруктов и овощей. Это не потому, что я становлюсь вегетарианцем, нет. Но я решил попробовать, как я буду себя чувствовать, если я немножко приубавлю в употреблении мяса. И я вам скажу, что я чувствую себя классно. Но я хотел бы попробовать провести 10 дней очищая свой организм и питаясь только сырой едой. Я знаю, что у меня получится это на Бали. Мои друзья Лера и Леша мне помогут, я верю. И помогут неправильно составить диету. Посмотрим, насколько у меня изменится организм. Об этом всем я читаюсь, естественно, в блоге. И поведаю вам какие-нибудь секреты из этой области. Следующая цель. Я дважды в году посещаю зубного врача к 31 декабря 2015 года. Ну, это рутинное дело, которое нужно каждому делать. Два раза в году, раз в 6 месяцев посещать зубного, чтобы не было никаких проблем. Два раза в месяц я делаю день лентяя, к 31 декабря 2015 года. Согласно учению Бодошефера, на которого я попал однажды, я делаю два раза в месяц день лентяя. Это когда я могу забыть о своих целях, я могу забыть о том, что у меня есть какие-то финансовые потребности, что есть какие-то график какой-то. Я об этом не думаю, я просто провожу время, либо сплю, либо занимаюсь просмотром фильмов, любимым делом, наслаждаюсь природой. Я ничего не делаю такого, что должно вписываться в график. И почему это полезно? Потому что это помогает мне держать себя в фокусе во время остальных 14 дней. И если мне хочется отдохнуть, либо расслабиться, либо полентяничать, я себе напоминаю, нет, это не сегодня. Мне нужно дождаться всего 7 дней, скажем, до Дня Лентяя, 6 дней до Дня Лентяя. И в таком темпе я могу сделать очень много и пододвинуться ближе к реализации своей цели. Последняя цель это я приобрел страховку на год. Я уезжаю на Бали и это серьезно. Мне нужна страховка, я ее сделаю. Хочу поздравить всех с наступившим 2015 годом. Хочу пожелать всем достигать своих целей. Будьте здоровы. Всем привет. До встречи. субтитры субтитры субтитры